Ну, я хочу, во-первых, узнать, чтобы мы все постарались войти в Wi-Fi, потому что эта презентация будет исключительно на интерактивном голосовании. Поэтому я готова подождать, чтобы все вошли, кто могут реально. У кого не получилось, пожалуйста, скажите, почему не получилось, мы попытаемся это решить. Будьте добры, пожалуйста. Есть несколько вариантов. Либо мы, да, заходим, вот как вы сказали. Все работает, да. Ну, сейчас посмотрим, у всех ли работает. Все ли справились с задачей? Ну, активнее, активнее, да. Нет, еще не все у нас. Наша сплоченная команда спот еще молчит. Вы все зарегистрировались? У вас у всех? А? Поднимите, пожалуйста, руки. Кто вот в зале все, поднимите, пожалуйста, руки. Замечательно. Спасибо большое. Я, правда, искренне тронута. Сейчас будет тестовый вопрос. На конференции ЭСМО в этом году поднимались ряд вопросов, в том числе, какой объем двигательной активности с вашей точки зрения снижает риск рецидива рака молочной железы? Голосуйте, пожалуйста, 60 минут в неделю, 100 минут в неделю, 150 минут в неделю. То есть занятия спортом, посещение бассейна, больными раком молочной железы, прошедших комплексное комбинированное лечение. Пожалуйста, голосуйте. Проголосовали? Так, я сейчас тоже проголосую. Тогда, пожалуйста, покажите результаты. Ну вот смотрите, на самом деле, конечно, мы не знаем, это тут доказательная медицина, и то исследование, которое было проведено, показало, что именно 150 минут в неделю активности, то есть это занятие спортом, плавание, эти финские, как это называется? Скандинавская ходьба. Скандинавская ходьба, все верно, действительно снижает риск рецидива. Отчасти, наверное, это связано с тем, что поддержание здорового образа жизни, низкокалорийная диета, мы постараемся придерживаться идеального веса, все это способствует, условно говоря, снижению выработки эстрогена в организме, потому что старшей возрастной группы, мы помним, эстрогены вырабатываются на периферии, в жировой ткани, поэтому вот, может быть, с этим связано. Так, ну и теперь, поскольку у нас в прошлый день, то есть вчера, Владимир Феевич Семиглазов, Петр Владимирович Кривородько прочитали совершенно блестящие доклады по неодевантной терапии, которые являются суррогантным маркером увеличения общей и безрецидивной выживаемости, особенно для трижды негативного рака молочной железы, для HER2-позитивного рака молочной железы, в том случае, если пациенты получают анти-HER2-направленную таргетную терапию, то вот давайте мы сейчас просто, я вот не стала повторять доклады после того, что мы их внимательно все вчера слушали, и я попыталась собрать всю информацию, и очень хочу, чтобы вы, мы еще раз с вами все это вспомнили и для себя подвели какие-то итоги. Ну вот то, что касается неодевантной лекарственной терапии при первичнооперабельном раке молочной железы, или же при местной распространенной раке молочной железы, когда мы провели неодевантную терапию, и рак молочной железы стал операбельным. Так вот, что нам, в принципе, позволяет неодевантная лекарственная терапия? Первое. Выполнить органо-сберегающую операцию улучшит косметический эффект, улучшит прогноз в случае достижения полного патоморфологического ответа по сравнению с больными, не достигшим ПСР, особенно при трижды негативном и HER2-позитивном раке молочной железы, оценить эффект лекарственной терапии, своевременно прекратить ее в случае прогрессирования с выполнением хирургического лечения, поскольку мы сейчас все четко знаем, что именно неодевантная лекарственная терапия является наиболее оптимальным таким маркером для клинических исследований, где по степени достижения полного патоморфологического ответа мы можем судить об эффективности препаратов. То же самое мы сейчас можем говорить и для антипарп-ингибиторов при трижды негативном раке молочной железы, которые изучаются в неодеванте. И Гарик Альбертович говорил об анти-ПД, анти-ПДЛ-ингибиторах, которые также активно изучаются в неодеванте, потому что мы знаем, для метастатического рака молочной железы препараты должны назначаться долго до прогрессирования или непереносимой токсичности, тогда как в неодеванте количество циклов, как правило, определяется, ну вот если мы говорим о химиотерапии, шести, восьми, ну чаще всего шести, то, значит, нам вот именно неодевантная терапия является наиболее удобным маркером. И давайте тогда, пожалуйста, мы с вами проголосуем за первый, второй, третий или четвертый вариант. И я хочу знать ваше мнение. Пожалуйста, голосуем. Я думаю, что, наверное, пока я говорила, вы смогли просмотреть глазками данный слайд, и мы голосуем. Да, безусловно, все варианты, все вышеперечисленные варианты правильные, поскольку если мы ставим цель, и женщина хотела бы сохранить молочную железу, то, безусловно, это оптимальный вариант для выполнения органосохраняющих операций, тем не менее у нас есть, учитывая развивающуюся технологию реконструктивно-пластических операций, мы сегодня можем выполнять радикальную мастектомию с последующей реконструкцией молочной железы теми или иными способами. Да, мы, безусловно, улучшаем прогноз. И вчера Владимир Федорович и Петр Владимирович говорили, что при антихер-2 блокаде, при двойной антихер-2 блокаде частота патоморфологического ответа достигает порядка 60-80% как в самой первичной опухоли, так и в лимфатических узлах. А для нас важно полный ПСР, когда достигается, опять-таки подчеркиваю, полное отсутствие опухолевых клеток в первичном очаге, но допустимо также карцинома институ тоже будет рассматриваться как полный патоморфологический ответ. Нет, Анна Сергеевна, я права? Да. Так, тогда мы переходим к следующему вопросу. Так. Этот вопрос мы сегодня с Анной Сергеевной еще раз проговорили. Вот мы, пациентки, предположим, уже провели химиотерапию, было выполнено хирургическое вмешательство, и материал поступает к Анне Сергеевне. Анна Сергеевна, может быть, вы сразу проговорите, вот как бы вы хотели в идеале, вот что бы вы хотели получить от хирургов после операции для пациентки, которой было проведено неодевантное лечение? Безусловно, результаты морфологического исследования в таком контексте будут зависеть напрямую от той информации, которой обладает морфолог. В первую очередь мы, конечно, должны знать возраст пациентки, то, что она болеет раком молочной железы, и то, что она получила неодевантное системное лечение. Потому что если этой информации нет, это в учреждениях, которые специализируются, скажем, на опухолевой патологии, это другой протокол вырезки операционного материала, чем нелеченная молочная железа. И если мы не обладаем этой информацией до начала макроскопического исследования, мы можем часть информации потерять. Если же она у нас есть, то мы должны знать эффект этой терапии. То есть был ли частичный регресс или был полный регресс. Для ситуации полного регресса – это ситуация, которая требует гораздо больше информации от клинициста для патолога, потому что зачастую, и Никита Александрович вчера говорил, что эффективность терапии может быть так высока, что мы можем не находить даже следов предсуществующей опухоли. Поэтому идеальной является ситуацией, когда опухоль до начала терапии маркируется, либо это татуаж, либо это в идеале установка меток чувствительных к рентгенологическим методам исследования, рентгенологически видимых меток в опухоль, либо по периферии опухоли, которые патолог может обнаружить уже при исследовании макроскопического материала. Вообще хотя бы лучше, чтобы указывали локализацию в пределах железы, если это мастектомия, чтобы мы могли хотя бы по квадрантам сориентироваться, если нет возможности установки меток. Если говорить вообще об идеальной ситуации, то тогда это наличие терапии, эффект терапии, размеры опухоли до начала лечения и локализация, локализация размера опухоли по завершении новодевантной терапии. Вот, пожалуй. Гарри, вы добавите что-то еще к этому, то, что мы сказали? Будьте добры, микрофон, пожалуйста. И наши макроскопологи, то, что просят нас, всегда указывать предыдущий номер трепан-биопсии, чтобы могли сравнить и оценить степень. А так, в целом, все было указано. А вот края надо как-то вот… Ну, в идеале, опять-таки, это идет покраска, если в особенности касается органосберегающих операций, то, в идеале, края должны быть маркированы. Да, то есть во многих зарубежных клиниках идет окраска прямо там, чуть не отходя от стола. Ну, вот в тех случаях, когда мы… У нас есть сомнения, мы после того, как иссякли сектор, уже, так скажем, после операционного материала, мы также интероперационно берем уже края резекции из-за оставшейся, как бы, вот участка ткани. И в течение, там, 30 минут у нас уже есть результат, граница чистая или нет. И еще, Горик Альбедович, вы сразу тогда проговорите по поводу, вот, если мы говорим об неодевантной, планируется оценке, планируется неодевантная терапия, о диагностике статуса лимфатических узлов до начала неодевантной терапии. Ну, однозначно, то есть в тех случаях, если инструментально, у нас есть подозрение на поражение, это пункционная биопсия, но в идеале та же самая трипан-биопсия, в тех случаях, если пациент стадируется как Н0, но показано проведение неодевантной системной терапии, вот, возможно, это можно назвать нашей внутренней программой, все эти пациенты до начала химиотерапии, в условиях стационара им выполняется сигнальная биопсия, то есть выводится накануне радиоизотоп, и уже на следующий день с помощью специального радиощупа мы находим, ну, Пётр Владимирович, я думаю, вот эта часть, наверное, тоже уже успел рассказать, то есть мы выявляем этот самый подозрительный лимфатический узел, который первый находится на пути лимфоотока от опухоли, и направляем на морфологическое исследование, и только после этого начинаем, ну, вернее, мы можем уже ответа не дожидаться, мы начинаем системную терапию, так как показания для неё уже были сформированы до хирургического вмешательства, но у нас уже в случае данного пациента есть полная картина, что касается морфологии первичной опухоли, так и статуса лимфатических узлов. Спасибо большое, Гарри Григорьевич. Анна Сергеевна, будете что-то добавлять ещё? Про края действительно нас это интересует, ориентация удалённого фрагмента в ситуациях, когда онколога интересует расстояние до какого-то определённого края резекции, поэтому если вы хотите получить информацию о статусе краёв при органосохранных операциях, и тем более о расстоянии до определённых краев, конечно, их следует маркировать. А сориентироваться патологу здесь без помощи хирурга, к сожалению, в большинстве случаев просто невозможно. Спасибо большое, глубоко уважаемые коллеги. Я продолжаю. Ну вот то, что как бы подведение итогов, вот при патопрофологическом исследовании удалённой опухоли в ткани, что мы хотим получить от наших патологов, какую информацию мы хотели бы получить, которая поможет нам дальше определиться и с, в целом и с прогнозом жизни пациентки и с тем лечением, которое мы назначим ей в дальнейшем, в том числе одевантно. Первое, значит, мы хотели бы узнать гистологический вариант опухоли, степень дифференцировки, состояние краёв резекции, выраженность лимфовоскулярной инвазии, содержание уровня рецепторов эстрогенов, прогестерона, эпидермального фактора роста второго типа, маркёры пролиферации КИ-67 иммуногистохимическим методом, в случае отрицательных значений рецепторов эстрогенов, прогестерона, эпидермального фактора роста второго типа, по данным ЭГХ, исследование биопсийного материала рекомендуется повторить, в том числе в удалённую опухоль, принимая во внимание возможную гетерогенность опухоли. Далее, седьмое, безусловно, что очень важно и что мы, в принципе, стремились, мы хотим получить полный патоморфологический ответ. И выраженность, должны знать степень выраженности патоморфологического ответа в первичной опухоли лимфатических узлах. И вот ещё, Анна Сергеевна, буквально, какие варианты оценки полного степени патоморфологического ответа сейчас, по крайней мере, в нашей клинике используются, и всё-таки какие более предпочтительны для рутинной клинической практики? Ну, Гарри Кальбертович упомянул о том, что мы просим номер или данные о предыдущем биоптазе, не просто так, потому что самая широко распространённая и исторически давно используемая система оценки лечебного патоморфоза на неодевантную терапию при раках молочной железы, в нашем институте это градация по миле Рупейну. Вчера упоминала об этом Антонина Викторовна. Градация эта основана на оценке снижения клеточной плотности, то есть клеточной плотности именно паренхематозного компонента самих опухолевых клеток и преобладания строма в данной ситуации. Сравнение с клеточной плотностью до начала лечения. То есть мы должны видеть опухоль до начала лечения, чтобы её использовать как точку отсчёта для того, что мы видим по завершению на одевантной программе. И это ограничение определённое, потому что многие пациентки приезжают к нам из регионов и не всегда бывает доступен этот материал до начала лечения. Поэтому это, в общем, накладывает определённые ограничения и снижает наши возможности. Поэтому мы последние несколько лет используем систему, помимо Миллер-Пейн, используем систему RCB, это система, разработанная в MD Anderson Cancer Center, и она позволяет отойти от морфологических особенностей опухоли до начала лечения и оценивает просто клеточность на момент, когда мы исследуем этот материал, и используем калькулятор, в который входит, собственно, клеточность опухоли, наличие выраженности внутрипротокового компонента, размер, на котором эти изменения определяются, вот эта площадь ткани, и наличие поражённых лимфатических узлов и наибольший размер депозита в лимфоузлах. Этот калькулятор позволяет, в общем, определить RCB-индекс, так называемый, там 4 градации от PCR, то есть это Pathology Complete Response, полный лечебный патоморфоз морфологический, есть RCB-класс 1, 2 и 3. И чем выше RCB-класс, тем ниже эффект химиотерапии в опухоли. То есть мы сейчас используем две системы оценки, хотя их на самом деле существует масса, но принципиально они все, в общем, базируются именно на оценке клеточной плотности. То есть, спасибо большое, я вас правильно поняла, что мы оцениваем по двум системам, по Miller Payne мы оцениваем статус опухоли, в самой опухоли, по 5 степеней от 0 до 5, где 5 полный патоморфологический ответ, и статус лимфатических узлов, что нет опухолевых клеток в бывших клетках. Если вообще быть совсем точным, то мы используем, грубо говоря, 3 системы. То есть мы используем Miller Payne, мы используем RCB, которая помимо оценки первичной опухоли, что тоже ограничение системы Miller Payne, она включает в себя только оценку изменений в первичном опухолевом очаге и никак не оценивает наличие и факт изменений в лимфатических узлах региональных. Вторая система – это система RCB, которая комплексно учитывает обе эти локации, и система TNM. Система TNM – это ее подраздел, который называется Y-TNM, Y-P-TNM, есть Y-C-TNM. Это рестадирование после неоадивантного лечения. Вообще после какого-то проведенного лечения опухоль может быть рестадирована, и когда мы используем TNM, то TNM позволяет, как правило, достигается, если есть какой-то хотя бы частичный ответ, происходит снижение стадии по T, и мы можем оценить стадию по N. То есть таким образом это тоже система, которая позволяет учитывать эти обе области, но у нее есть свои существенные ограничения, если, в общем, есть необходимость, я могу сказать пару слов. Не, ну вы на самом деле можете, потому что я как бы вот слева... А, можно принять сейчас. Ну хорошо. Так, ну тогда мы, пожалуйста, голосуем. Либо какой-то из этих восьми ответов, либо все варианты верные. Пожалуйста, голосуйте. Так, пожалуйста, слайд. Да, ну иди как. Прям полная единодушия. Но почему-то голосует всего 27 голосов. В зале больше у людей. Не все подключились? У кого-то не получается? Честно скажите, нам надо знать, как работает наша система. У кого не получилось подключиться? Не подключилась? По причине... Не, не... И... Так. Хорошо. А кто еще не подключился? Ну честно скажите. Хорошо. Спот все подключились? Ну ладно. Хорошо. Ну все молчат, как партизаны. Двойки же мы не ставим. Следующий слайд, пожалуйста. Собьем. Так. Так. Ты куда? Не в ту сторону-то это выше было? Так, дальше. Значит, условия для выполнения неодевантной лекарственной терапии. Ну здесь больше это все как бы сведено в единое, но тем не менее. Прежде всего, конечно, выполняя любое вмешательство, даже беседуя с пациентом, мы прежде всего должны взять у него информированное согласие. Не говоря о том, что если пациентке планируется хирургическое лечение. Поэтому согласие больной на выполнение органосохраняющей операции с пациенткой, да. Далее с пациенткой должна быть обсуждена обязательно необходимая случевой терапия в случае выполнения органосохраняющего лечения, а также вероятность повторной операции при обнаружении резидуальной остаточной опухоли в краях резекции. Второе. Доказанный инвазивный теперь уже это изначально операбельный рак молочной железы, сейчас неодевантная терапия, но более широкая. Мы раньше говорили об индукционной терапии при наличии местно распространенного или же неодевантной при ранней стадиях. Теперь уже все сведено к одному, это называется неодевантная терапия. Вот те критерии клинической стадии 2А, 2Б, 3А, это может быть изначально пациентка операбельна, либо это состояние мы достигаем вследствие проведенной неодевантной терапии. И наличие всех критериев, ну это как бы, я имею в виду, условно говоря, конечно, мы к этому стремимся, стадирование-то у нас происходит один раз до начала лечения, поймите это правильно, и потом уже потолок нам дает рестадирование, добавляя буковку YP. Ну дальше, и наличие всех критериев, за исключением размеров опухолевого узла, свидетельствующая возможность выполнения органосохраняющей операции. Четкие показания к проведению данного вида лекарственной терапии по результатам дооперационного обследования, то есть мы должны понимать, что у пациентки, если мы говорим об неодевантной терапии, у нее нет отдаленных метастазов, у нее нет пораженной легочной ткани, нет поражения печени, нет отдаленных метастазов в яичниках, ну и, безусловно, мы выполняем остеостентографию или же МРТ-диффузию всего тела с целью выявления отдаленных метастазов в костной ткани. Далее мы должны обязательно получить достаточную информацию о размерах опухолевого узла, состоянии подмышленных лимфоузлов, то, что там говорил Гарик Альбертович, это необходимость той же самой сигнальной диагностики сигнальных лимфатических узлов. Наличие инвазивного компонента при внутрепотоковом раке молочной железы на первом этапе показано лечение с изучением удаленной опухоли. И четвертый пункт. Наличие фактора, свидетельствующего высокой вероятности достижения ПСР, это мы, конечно, должны понимать, мы ожидаем для трижды негативного фенотипа с высоким КИ-67 маркером профилепролиферации, с положительным ХЕР-2 статусом экспрессии, ХЕР-2, 3+, или же 2+, это серая зона условно, если можно так назвать, с амплификацией гена, с наличием амплификации гена и отсутствия рецепторов эстрогенов и прогрессирона, высокая степень злокачественности. То есть мы понимаем, что пожилой женщине с алюминальным по типам А, но даже не с алюминальным, мы будем называть высоким уровнем рецепторов эстрогенов и прогрессирона 8 баллов КИ-67-5%, мы вряд ли будем проводить неодевантную химиотерапию. Она и не нужна, поскольку мы не получим, во-первых, никогда ПСР, он и не реализуется полный патоморфологически в столь ранние небольшие сроки. Кроме того, основным маркером пролифера, основным маркером ответа на неодевантное лечение для гормоночувствительных опухолей является снижением маркера КИ-67. И давайте мы сейчас проголосуем, какие условия должны быть соблюдены для выполнения неодевантной лекарственной терапии. У нас есть пункты 1, 2, 3, 4 и 5. Все варианты правильные. Будьте добры, проголосуйте, пожалуйста. Я думаю, что мы, наверное, кто голосует, тот проголосовал. Так, ну вот видите, я думаю, что, конечно, каждый из вариантов правильный, но комплексно мы должны соблюдать все эти условия. и большинство зала за это и так, сейчас, секундочку, сейчас. Анна Сергеевна, будут у вас какие-то комментарии? Гарик Абертович. То, что касается вообще проведения на одевантохимиотерапии, мы, опять-таки, здесь абсолютно правильно должны изначально знать, для чего мы проводим на одеванто, то есть, в тех случаях, если пациентка пожила и можно сразу же выполнить мастектомию, на больше она как бы, ну, не то, что не рассчитывает, и не надо с органно-сохранных операций, тогда, может быть, и нет смысла проводить на одевантную терапию. И абсолютно правильно, вот четвертый пункт, каждый хирург изначально должен все-таки оценить, насколько все-таки здесь высока вероятность достижения эффекта. Потому что в тех случаях, если мы маловероятно получим ответ, то есть, фактически, мы лечение, хирургическое лечение отложили на 3-4 месяца и пришли, вернулись к тому, а с чего мы начинали. Так что, вот эти факторы хирурги в первую очередь должны оценить. То есть, когда не планируется сохранять железу, а возможно выполнение изначально хирургического этапа, значит, надо начинать с хирургического этапа. Спасибо большое, Гарри Кольбетович. Так, мы тогда продолжаем. А вот она. Так. И основные принципы неодевантной лекарственной терапии, это уже с точки зрения назначения тех препаратов, которые мы бы назначили, но в данном случае речь идет о химиотерапии. Следовательно, при химиотерапии мы назначаем больным трижды негативным раком молочной железы, молодым женщинам с гормоночувствительным, с высокой степени, с высокой маркером пролиферации Ки-67. То есть мы можем у этих пациенток, если мы говорим здесь прицельно об неодевантной химиотерапии, получить ответ. И если же мы говорим о ХЕР-2-позитивном раке молочной железы, то мы опять-таки назначаем химиотерапию, но мы обязательно ее комбинируем с анти-ХЕР-2-направленной терапией, потому что именно с того момента, как был внедрен тростозумаб, с этого момента изменилась природа заболевания ХЕР-2-позитивного рака молочной железы, который, к сожалению, ведет себя агрессивно, если мы не подавляем рецептор ХЕР-2. Это и высокая вероятность прогрессирования в висцеральные органы, в 50% случаев метастазирования в головном мозге. Поэтому очень важно понимать, что ХЕР-2-блокада должна быть как минимум год. Если мы начинаем не в одеванте, мы продолжаем уже в одеванте до года. И тогда говорят, а вот как быть, когда мы достигаем полного патоморфологического ответа или мы не достигли, как быть с тростозумабом? У нас доказательной базы, которая бы нам сказала, что в таком случае мы можем так поступать, в таком случае так у нас нет. Поэтому если мы знаем, что ХЕР-2-позитивный рак крайне агрессивный, у нас есть доказательная база в течение года, мы должны пока так следовать. Будут у нас какие-то другие доказательные базы, и мы будем тогда уже определяться. И длительность назначения тростозумаба, по крайней мере, антихер-2-направленной терапии, будет определяться для достижения ПСР, полного патоморфологического ответа. Пока такого нет. Мы, как бы, то, что касается тростозумаба, назначаем до года. Суммарно, и то, что если было в неодеванте несколько введений, там 6, то, соответственно, в неодеванте мы назначаем еще 12, потому что 18 введений, как правило, это составляет год назначения тростозумаба. Так вот, основные принципы неодевантной лекарственной терапии гласят, следует использовать препараты режима с наибольшей ожидаемой эффективностью, все необходимые циклы химиотерапии проводить до операции, так как это повышает вероятность достижения PCR. Оптимальный интервал от начала лечения до оценки эффекта зависит от вида лечения, но не должен превышать 6-8 недель. Оценку эффекта следует производить с помощью осмотра инструментальных методов, и, что очень важно, зафиксирующих патологические изменения молочной железы и региональных лимфатических узлах до начала лечения. Поэтому, если мы до начала лечения выполняли ультразвуковое исследование, в частности, в нашем центре сонной эластографии, хоть маммография не является методом оценки эффективности неодевантной терапии, но если мы проводили, мы проводим ее и по завершению неодевантной терапии. Обсуждается возможность использования МРТ, магниторезонансной тендотомографии с контрастом, но это изучаемая методика, так как она дает достаточно много ложноположительных результатов. И также в нашем центре используем дополнительные методика, это маммостентография, где по степени накопления радиозатопного радиозатопа мы судим и о качественных и количественных изменениях, которые происходят в опухле и мифатических узлах на фоне проводимого лечения. И что очень важно, еще на это хочу обратить ваше внимание, при получении быстрого ответа в результате двух-четырех циклов химиотерапии клинического эффекта не следует сокращать объем химиотерапии менее чем до 6-8 курсов. Иногда в нашем центре я такого никогда не услышу, но иногда бывает, вот я приезжаю с лекциями и говорят вот хирурги, вот мы два цикла провели, полный патоморфологический ответ, мы не должны срочно прооперировать, а то процесс у нее будет прогрессировать. Так я говорю, вы поймите, если опухоль будет прогрессировать, даже если вы проведете хирургическое лечение, она у вас все равно рано или поздно даст прогрессирование, а если вы проведете два курса, вы увидите регресс, но вы можете не достигнуть полного опыта морфологического ответа, и получив, например, по милипен, я не знаю, третью или вторую, или четвертую, процесс идет, мы видим регресс, может быть, недостаточно реализовался, тогда мы не будем понимать, насколько мы, какой мы ответ все-таки получили, это следствие недолеченности, либо это мы действительно, это все, что мы можем получить на этот препарат. Анна Сергеевна, я права? Да. Поэтому нам очень важно, мы по ним должны понимать, и были исследования, которые показали, что наибольший ответ от химиотерапии для, например, трижды негативного рака молочной железы мы можем получить минимум при шести циклах. Мы не будем, мы не должны дождать, что вот мы четыре цикла провели, даже если мы видим значимый регресс, все равно могут оставаться фокусы клеток, и нам, и надо, очень важно понимать, что мы провели шесть циклов, шесть-восемь циклов, и мы видим, если у нас, почему иногда 8, да, если эффект нарастает после шести циклов, а опухоль еще остается, мы можем провести 8. И еще вот я хотела бы, вот Гарик Альбертович, ваше мнение, вот еще такой вопрос возникает, а вот мы получили полный патоморфологический ответ, а надо ли оперировать эту пациентку, если вот мы выполнили, вот, иначе, делают УЗИ, маммографию, МРТ, ну вот полный регресс. Это тоже новое поле для исследований. Сейчас идут... Ну, это как в рутинной практике? В рутинной практике мы будем оперировать данного пациента, потому что мы не можем не прооперировать пациента, у которого был поставлен идеальный зрак молочной железы, и пациентка начала лечение, то есть радикальность лечения все-таки можно, радикальным лечением можно назвать после хирургического этапа, и без нашего хирургического этапа, к сожалению, наши коллеги-морфологи не смогут ответить на вопрос, а какой же все-таки там ответ? То есть сейчас есть методики, когда предполагается множественная трепан-биопсия, как бы этого ложа опухоли возможного, но опять-таки здесь человеческий фактор, насколько все это было удачно выполнено, я думаю, что морфологи вряд ли удовлетворяются этим материалом. То есть для них лучше, чтобы был удален вот этот сектор, где была первичная опухоль. Поэтому пока мы будем оперировать. А достижение лучевой терапии и, так скажем, методов диагностики, которые позволят без именно такого инвазивного метода дать ответ, все-таки там полный регресс морфологический или нет, это поменяет, возможно, и наши отношения. Но сейчас, пока мы не удалим препарат, никто не скажет, полный регресс или не полный. Спасибо большое, Горько Альбертович. Ну, давайте тогда проголосуем. Либо первый, второй, третий, четвертый, либо все варианты правильные. Голосуйте, пожалуйста. Ну, я думаю, пока мы были в дискуссии нашей мультидисциплинарной команды, нам, конечно, здесь не хватает еще врачей лучевой диагностики, наших специалистов, но они параллельно проводят свою конференцию, поэтому мы без них проводим, а так, конечно, наши специалисты всегда с нами. Да, большинство проголосовало, действительно, все пункты, представленные на слайде, приключите, пожалуйста, слайд, сейчас, правильные, потому что это надо все эти условия соблюсти, и самое главное, помним, если нет прогрессирования и нарастает ответ, то минимум 6-8 циклов. Ну, и, значит, еще очень важный вопрос, о котором мы сегодня обсуждали, правильно, конечно, сказать, это вот больные в менопаузе, в подтвержденной менопаузе, с гормоночувствительным раком молочной железы, с высоким уровнем экспрессии эстрогенов, прогестеронов, все-таки, вот, Анна Сергеевна, больше 3 баллов следует считать опухоль гормоночувствительной? Ну, на сегодняшний день считается, что больше 3 баллов по Олраду – это гормон позитивная опухоль, но если говорить о высоко гормоночувствительных опухолях, то это, конечно, больше 6-7 баллов, потому что 3-4-5 баллов считается серой зоной. И вот Никита Александрович вчера, в общем, на этом тоже заострял свое внимание, что эти опухоли, как правило, не чувствительны к тамоксифену, а в большей степени чувствительны к другим препаратам. Но все-таки, если мы, ну, для нас в данном случае, если будет больная старшая возрастная группа, то, наверное, мы будем рассматривать назначение ингибиторов ароматазы, а в том случае, если у нее и маркер пролиферации будет низкий, меньше 20%, то, наверное, мы будем рассматривать назначение ингибиторов ароматазы, гормонотерапии. И вот смотрите, тут вопрос, как долго мы можем проводить гормонотерапию? В течение 4-8 месяцев и мы достигаем, вот, либо мы просто проводим 4-8 месяцев, на этом ограничиваемся, в среднем 6 месяцев, как на то нам рекомендует сангалин, либо до максимального, достижения максимального эффекта, и затем предлагаем пациентке при выполнении хирургического лечения, либо все варианты правильные. Голосуйте, пожалуйста. Я думаю, что мы проголосовали. Покажите результаты. Мнение залов разделилось, но на самом деле все варианты правильные. Мы можем назначать, так как нам рекомендует сангалин до 6 месяцев, в среднем 4-8 месяцев, или же, как мы, если пациентка старшего возрастной группы, мы видим ответ, мы можем дождаться максимального эффекта, и затем предлагать хирургическое лечение. Гарри, ты прокомментируйте? И у вас и бедного сегодня нет. Я думаю, что все-таки мы столько ждать не будем. То есть известно, что есть так, на гормонотерапии возможен эффект взрыва, когда первичный ответ опухоли выглядит как прогрессирование. Поэтому никогда не надо спешить менять гормонотерапию, переходить, так скажем, на химиотерапию или сразу же оперировать. Надо выждать. И после, как минимум, 4-6 месяцев, как указано, наверное, все-таки это максимальный срок. Я, как хирург, все-таки ближе к 4 месяцам, чем к 6. И то, что касается достижения максимального эффекта, ну, как уже известно, ожидать полуморфологического регресса прелиминальных подтипов, ну, это не больше, там, в среднем 10%. То есть у одной из 10 пациентов. Поэтому тоже, наверное, не очень правильно. В большей степени я, как хирург, буду ориентироваться на 4-6 месяцев, на временной интервал. То есть если через 2 месяца опухоль регрессирует, мы продолжаем еще 3 месяца, достигаем максимального эффекта, может, в этом отношении имелось, как достижение максимального эффекта. То есть через 2 месяца мы видим эффект, он через, предположим, ну, еще вот прошло 4 месяца, он такой же, то есть максимальный. Если динамика сохраняется, тогда можно еще 2 месяца и после этого взять пациента как бы на хирурнический этап. Спасибо большое. Спасибо. Я все. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Спасибо. 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 Спасибо.